МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аслан Гирюгов расскажет подробнее. На левом берегу Губани расположилось село Садовое, и ему уже исполнилось 109 лет. Название говорит само за себя. Когда-то Садовое утопало в садах. С годами многое изменилось. Сейчас люди живут обычной жизнью, занимаются своими огородами. Но урожай не очень, так как поливать нечем. Проблема с подачей воды в селе Садовое началась еще в 2002 году. Тогда после наводнения смыло водонапорную башню. Но в каждом дворе был колодец, и жители села спокойно отнеслись к потере. Вскоре уровень воды в реке начал уменьшаться, и запасы жизненной влаги в колодцах закончились. В 2006 году построили водонапорные сооружения, но так как река сменила русло, проблема подачи воды вновь стала актуальна. На сегодня строительные работы начаты, ведутся с июня месяца. Сам проект предусматривает устройство водозаборного сооружения, конкретно железобетонного оголовка водозабора. Фильтрационное поле предусматривается проектом. Водонапорная башня Рожновского для регулирования воды. И водопроводные сети порядка 9,5 километров. На сегодня работы ведутся по фильтрационному полю и восстановлению деривационного канала, то есть подающего канала. Постройка данного сооружения входит в реализацию федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология». Это позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Карачаева-Черкесии. В настоящее время в республике ведется работа по оценке состояния объектов систем водоснабжения. Начались работы по программе «Чистая вода», строительства водозабора, строительства очистных сооружений, строительства уличных сетей. Это все планируем завершить к концу этого года. Руководство села и республики приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в должный срок. Данные работы будут продолжаться до конца года, после чего жители села будут обеспечены качественной питьевой водой. Аслан Гирюгов, Вести, Карачаева, Черкесия, Дагихабельский район. Карачаева-Черкесия постепенно возвращается к обычному ритму жизни, прерванной пандемией. В республике открыты продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, кафе, рестораны, курорты Дамбай и Архыс начали принимать гостей. Работают канатные дороги. Как Дамбай пробуждается от осна, расскажет Мадина Каракетова. Альберт Батчаев старожил в Дамбайе. Как приехал по распределению учителем вечерней школы 55 лет назад, Даги остался восхищенным местными красотами навсегда. В свободное от учительства время Альберт Мусаевич водил экскурсии по округе, переводил Омара Хаяма на Карачаевский. Опытному гиду, каковым он сумел стать за короткое время, доверяли сопровождать и иностранные делегации. «Я чувствовал себя бесконечно счастливым, наблюдая за восторгом туристов», – рассказывает Альберт Батчаев. Особенно запомнились ему слова гостя из Швейцарии. В 1986 году из 58 стран приезжали крупнейшие ученые, академики, профессора, географы. Они изучали географию вообще и географию туризма. Есть места, куда заповедник запрещал, а мы их водили, показывали. Настолько такие места, что они просто с ума сходили. Там был с нами Хапаев, географ хороший. Мы сдружили с ним, задали вопрос. Ну, из Швейцарии был там ученый. Ну как, в Швейцарии красивее или здесь? А он так мудро ответил, что в Швейцарии есть все, кроме Дамбая. Дамбай сегодня продолжает привлекать гостей со всего мира, оставаясь любимым круглогодичным курортом. Зимой гостей привлекают горнолыжные трассы, сказочные зимние пейзажи, летом прогулки по первобытным лесам, таинственным тропам, отдыху древних моряных озер и горных пиков. Овеянных легендами и преданиями. Дамбай не оставляет равнодушным никого. Делегация из далекой Индии, которую также сопровождал старожил курортного поселка Альберт Пачаев, в одном из походов, эти места и вовсе посчитались священными. Дамбай образован слиянием трех уселий и трех рек. И когда они это услышали, они незаметно отстали от меня. Когда я посмотрел на мосту, на Бантамово мосту, они смотрели, где сливаются две речки, а третья речка дальше. И они молились. Они оказываются мусульмане, молились, это все мирно известные, там танцовщицы, ну, певцы, там, ну, артисты всемирно известные. Они все, всей группой молились, обратив взор на главный капхазский хребет. И потом мне объяснили, что в Индии принято верить, что три реки, там, где три реки сливаются, и три ущелья. Это божественное место. И они вот поклонялись горам Домбая. Приедем еще! Давно ждали открытия? Да! Впервые в связи с пандемией ковид-19 Домбай был закрыт для посещения. Сегодня он снова принимает гостей. Приехали и так рады, что все открыто. И мы можем полюбоваться этими прелестями. Я, честно говоря, от гор в шоке, от этой красоты, и снег, реки такие бурные. Просто у меня нет даже слова описать эту красоту. Очень довольна. Первое число. У меня память уже в телефоне сдохла. Я уже прошу дочки телефон взять, чтобы фотографировать. Все. На каждом шагу фотографирую. Очень нравится. Сделаю себе такую. Фильм небольшой. Вот такое молоко, как кислое. Как это? Айран. Такая прелесть. Обалденный. Потом такая вот колбаска еще. Я название не запомнила. Да. Тоже пробовала. Да я много чего уже попробовала. Очень нравится. Впечатление, восхищение, восторг. Все, что угодно. Вот. Да, впервые. Очень красиво, очень комфортно, организовано все хорошо. Все молодцы. У нас вообще очень много эмоций. Мы впервые на Донбайе. Очень прекрасные горы. Природа, хороший воздух. Повезло с гостиницей. Рекламировать не буду название. Скажем так, ручейке. Можно напиться воды. Поднимаешься по горам тяжело, трудно, потому что маршруты разные. Мы уже много где побывали. Сложно, но, как говорится, к любому ручку припадешь, напьешься и идешь дальше. Очень красивые водопады. Даже вид с канатной дороги на водопад обалденный. С левой стороны будет, если спускаться, леса тоже обалденная. В общем, хорошая погода. Все туристы отметили, что в Донбайе, несмотря на снятие ограничений, очень серьезно подходят к вопросам безопасности и в гостиницах, и в сувенирных лавках. Масочки лежат, антисептики, влажные салфетки. Все соблюдается. Да и на канатных дорогах не забывают о санитарно-эпидемиологических требованиях и социальной дистанции. Нами была проведена определенная работа, то есть профилактические ремонтные мероприятия, а также санитарная обработка всех помещений, где могут находиться наши гости. В настоящее время канатная дорога работает. С 18 числа в обычном режиме у нас работают три линии канатных дорог. Приняты необходимые меры, то есть защитные средства в достаточном количестве имеются. Каждое утро и каждый вечер после закрытия работы все кабины, на котором проезжают пассажиры, они обрабатываются специальными антисептическими средствами. И все места, где они, вот турникеты, места посадки, все у нас обрабатывается. В кабинке канатных путей сажают не более трех-четырех человек. На следующий день после объявления о снятии ограничений мы запустили нашу канатную дорогу. Хочу сказать, что для всех желающих, кто хочет приехать в Донбай, мы открыты, мы работаем официально, все три наши дороги запущены. Для всех желающих, кто хочет подняться наверх, на склон Гарамуса, Четара, полюбоваться видами главного Кавказского хребта и сделать селфи для Инстаграма, пожалуйста, смело приезжайте. Мы вас будем рады видеть. Но при этом хочу предупредить, что масочный режим соблюдается, поэтому при себе огромная просьба иметь маски, дезинфицирующие средства, так как это залог здоровья, залог вашей сохранности. К работе после четырехмесячного сытного отдыха в Донбайских горах приступили и самые популярные местные персонажи Яки, Гоша и Миша. Яки, горные туры, зубры наравне с другими представителями дикой природы и коренные жители этих гор. Вот и остался где-то там, в 3200 метрах, поселок Донбай. И канатная дорога доставила нас на самый верх, туда, где мирно соседствуют жаркое солнце, крокусы и льды. Вот уже несколько дней, как Донбай открыт для посещения. Туристам разрешили даже подняться на самую высокую смотровую площадку, так называемый шестой уровень, откуда открывается прекрасный вид на пик Донбай-Юльген, на гору Сувахат и пик Алибек. С этими местами связана прекрасная легенда о смелой их девушке Сувахат, которая ценой своей жизни спасла народ. В древние времена на мирный народ, обитавший в этих местах, позарился владыка соседнего государства. Решив захватить прекрасную долину и поработить ее население, он стал насылать на них дикие ветры, которые убивали жителей, скот уничтожали строения. Старейшины решили послать за помощью к дружественным племенам Джигита Алибека. Путь к гонцу предстоял не короткий, а враг все наступал. И когда ему оставалось преодолеть последнее ущелье, невеста Алибека, прекрасная Сувахат с русыми косами и глазами цвета неба, решила действовать. Она обратилась к местному мудрецу Дом Майю, Зубру. Дом Май предупредил, что секрет спасения будет стоить двух жизней. Одна того, кто его раскроет, то есть Дом Майя, другая того, кому он его раскроет. Сувахат не колебалась. Тогда Дом Майя рассказал, что девушке следует лечь поперек ущелья. Тогда злые ветры прекратятся, а вместе с этим и ссягнет сила и воля врага. Но дева превратится в камень навсегда. Если присмотреться к вершинам, можно четко увидеть девичий стан. Это Сувахат, а неподалеку возвышается пик Алибек. Он, вернувшийся с подкреплением, узнав о судьбе любимой, превратился от горя в суровую скалу. С тех пор пик Алибек охраняет вечный сон, прекрасный Сувахат. У меня просто дух захватывает, красотища. Всегда надо ехать, смотреть, видеть. Это просто... Я первый раз вот именно на такой высоте, мы были ниже. Вот, очень красиво, очень. Так что, ну, люди приезжают, конечно, обязательно. А вам нравятся эмоции? Просто адреналин, когда поднимаешься, еще вот это вот качает все. Это очень страшно, но в то же время очень интересно, когда ты поднимаешься на вершину горы. Да. Величественный Дамбай авиан легендами и преданиями. Возможно, это и придает прекрасному краю его неповторимость. Ведь не зря каждый, кто сюда приезжает, пропитывается особой энергией этих мест, которые увозят с собой в далекие края и которые манит его обратно в горы. Ведь раз побывавший в Дамбай, обязательно сюда возвращается. Мадина Каракитова, Али Бастанов, Инна Мостовая. События недели. Карачаево-Черкесия. 80 лет исполнилось бы нашему коллеге, известному журналисту и писателю Балуа Исуховичу Джазаеву. Он не дожил до своего юбилея всего два дня. Почти 40 лет его голос звучал в эфире республиканского радио. Позже он много лет трудился в редакции газеты «Карачай». Его знали и любили. Он был не только хорошим журналистом, но и светлым, открытым человеком. Ольга Савенко продолжит тему. В журналистику Балуа Джазаев пришел не сразу. Работал буречником, слесарем, учился в военно-морском училище. Долго искал свой жизненный путь, пока не понял. Живое слово, человеческие судьбы. Вот его призвание. Еще в школьные годы пробовал писать новеллы, рассказы. Поэтому в 1962 году поступил на филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института. Окончив вуз, пришел на работу в областной радиокомитет, который почти на 40 лет стал для него родным домом, а профессия журналиста единственной и любимой. Начинал карьеру в должности диктора, но очень скоро стал корреспондентом, а затем и возглавил редакцию вещаний на карачайском языке. Он одним из ведущих журналистов у нас. Он в основном писал о сельском хозяйстве, о людях, которые вот трудились в сельском хозяйстве. Его передачи с удовольствием слушали у нас Карачаева-Черкесии и Кабарина-Балкария. Было у нас очень много программ, было много передач, было много радиожурналов. У нас даже было радиособрание, конференции мы проводили, радиослушатели. Вот эти передачи мы иногда организовывали даже в горных пастбищах, в Вечесине, по концерте, в Башкирке. Соберем, например, в одного дома. Какие вопросы, кроме их успеха. Я помню такой случай, что договорились с одним фермером, тогда завферма в Карачаевском районе, и в радиокомпетита машина не оказалась. Он на такси поехал, чтобы не обмануть его. Джозаев объездил с микрофоном практически всю республику и списал километры пленок, многие из которых стали достоянием истории и сейчас хранятся в архивах ГТРК Карачаева-Черкесия. Круг интересов журналиста был самым разнообразным. Его коллеги знали, если нужна помощь, это к нему. Он был своего рода ходячей энциклопедией. Он все знал о жизни, истории республики, о ее лучших людях, интересных. Любой факт, который интересовал журналиста, можно было обратиться к нему с просьбой пояснить, он тут же мог дать ответ. И кроме того, у него была масса собранных интересных материалов, причем не только о своей республике. Если кто-то ехал за ее пределы, он обязательно просил, в том числе и меня, привезти региональные газеты, журналы из других мест. И тоже собирал их, коллекционировал. Работал Джозай без праздников и выходных. Так было всегда. И когда работал на радио, и когда пришел в газету Карачаев. У него было много творческих планов. Писал книги, работал над документальными проектами, возвращал из небытия забытые имена. Так произошло с Магометом Чечаевым. Три года Балой Иисуфович работал в архивах, собирал материал, беседовал с людьми. В результате на свет вышла книга «Кодекс чести», рассказывающая о непростой судьбе нашего земляка. В авторском багаже было у Джозаева восемь книг. «Алмаз», «Иса», «Имя мужское», «Непобежденный» и другие. Он один из авторов фильма о депортации, «Ярость и мольба». Был принят в Союз писателей России, печатался в республиках Средней Азии и Турции. «Как журналист, он действительно от Бога был. Он хорошо писал и на русском языке, и на родном карачаевском языке. У него очерки, статьи, это высшепрофессиональным уровнем написаны. И я удивлялся, вот я говорю, «Балуа, у тебя такие рассказы, вообще рассказы у нас мало кто пишет, потому что очень тяжелый жанр. У него прекрасные рассказы из жизни, вырванные вот такие кусочки. И он так прекрасно писал, я смотрю, прочитал несколько, я говорю, «А где эти рассказы? Ты чего не пишешь рассказы?» Его журналистика затягивала. И поэтому он, вот то, что надо было рассказы, художественные произведения писать, он именно свои очерки, статьи вложил. Балуа Джозеев награжден правительственными наградами. Удостоен звания заслуженный работник культуры и заслуженный журналист Карачево-Черкесии. За профессионализм его уважали, но любили за другие качества. Все его знали, любили, уважали. И он всех любил и уважал. Ну, такого человека, который протягивал людей к себе как магнит, я больше не встречал. Более надежного товарища, друга, чем Балуа, просто, наверное, не было у меня. Этот человек в любое время мог поддержать, мог сказать, объяснить, он мог отдать свою последнюю, последнюю рубашку мог отдать. Я у него это увидел, эту ручку. Я говорю, изящная ручка была у тебя. Да? Вау, я тебе дарю. Вот так. Вот такой он был. Настоящий сын своего народа он никогда не делил людей по национальностям, по их положению. Что у человека в душе, вот главное. Он умел дружить и ценил дружбу. Он десятилетиями дружил с людьми, причем самых разных профессий, разного социального статуса. Среди его друзей были и писатели, и журналисты, и актеры, лесники. И были это все люди разных национальностей. Никогда я за ним, хоть Малюсин, я вот так не заметил, чтобы он свою национальность выпячивал или свою личность выпячивал. Ну, он очень, вот такой, я говорю, добродушен, доброжелательный был человек. Интернационалист, можно сказать, о нем. Все его любили, уважали. У Балалджазаева была непростая судьба. Пережил депортацию, голод, холод, предательство. Не раз терял самых близких людей. Но сумел сохранить доброе и отзывчивое сердце. Чужую беду воспринимал как свою. И также искренне радовался чужим победам. Балуа мы все любили за его открытость, за его человеколюбие. Он всех называл сестра Майя. Он радовался всем. Он был другом и для старших, и для ровесников. Светлый человек, который по-детски не помнил и не держал зла. Был всегда честен и очень добр с людьми. Недаром в своей книге о роде Джазаевых он написал «Никогда не забывай, что твоя фамилия Джазаев, а наш девиз «Делай добро, проявляй любовь к ближнему». Просто я обязан людям, хорошим людям, чтобы что-то еще доброе, хорошее сделать». Последние годы Балуа Юсуф часто болел. И все-таки его вход стал настоящей трагедией не только для родных и близких, но и для нас, его коллег. Кажется, только вчера он был рядом, шутил, смеялся. Сегодня всю ночь не спал, не мог я уснуть. Очень жаль услышать вот такую борисную весть о кончине нашего старшего друга, нашего наставника Балуа Юсуфовича Джазаева. Ровно пять лет назад мы были на его 75-летие и поздравляли, говорили доброе-доброе пожелание. И то же самое мы хотели сделать вот на его 80-летие. Очень большая утрата, что больше его нету. Мы с друзьями планировали завтра, вот 22 июля, прийти к нему. Мы знали, что он болеет и хотели его настроение поднять, вспоминать, там посидеть, его 80-летие отметить. Спи спокойно, дорогой товарищ. В светлой тебе память. Ольга Советко, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Чуркисия. Сегодня успешно испытана машина времени нагайского народа. В свой день рождения газета «Нагай ДВС» отправила своих читателей в 1938 год. Вместе с нагайцами во времени и пространстве путешествовал Руслан Картмазов. И он узнал, чем нагайцы стали похожи на англичан, и услышал, как звучит бумажная дамбра. Вот из республиканской столицы в Эркенхалк приехала почтовая машина. Сегодня она привезла необычную посылку – машину времени. Почтальоны, молодая Марьят и ровесница Великой Победы Лиза собрали свои сумки и направились каждая в свою половину аула, чтобы принести землякам сюрприз. Вот Марьят пришла к дому Ажмагомеда Катаганова. Он в ауле, как в Кремле, при параде, потому что ждал почтальона и праздничный выпуск газеты Ногайда ВС. А в газете сегодня машина времени. 23 июля 2020 года опубликована газета за 23 июля 1938 года. Первый официальный номер Ногайской газеты. Читатели века 21-го узнали, как жили их бабушки и дедушки. Например, в колхозе люди от зари до зари работали и получали всего 2 килограмма зерна за один трудодень. Ажмагомед Катаганов ровесник газеты Ногайда ВС. Он и себя-то считает молодым и бодрым. А о возрасте газеты этот импозантный мужчина говорит, как о прекрасной даме. Я считаю, что она молодая. Почему? Потому что этой газеты возраст не влияет. Она шагает с жизнью, она дает людям знания, добро, вселяет силу, уверенность в будущей жизни. Эта газета каждый дом несет радость. Но Ногайская газета это милейшая дама с сюрпризом в паспорте. Родилась она не в 1938 году, а намного раньше. Это официальная дата рождения газеты кубанских Ногайцев 23 июля 1938 года. Это когда газета самостоятельно стала выходить. А до этого история Ногайской газеты кубанских Ногайцев уходит далеко в 1928 год. Это когда выходила Ногайская страница Ногайбет так называлась в газете Черкесская жизнь. Свежесть Ногайской газете придает кровь молодого коллектива. В Ногайдавусе есть своя политика охота за головами. Так они и нашли студентку Мадину Нижеву. К нам с редакции Ногайской газеты приходили журналисты, которые искали людей, пишущих на родном языке, знающих свой родной язык, любящих свой родной язык. А почему по Ногайски не разговариваешь? А я в городе живу, там никто по Ногайски не разговаривает. Особенно мама. Она говорит, чтоб я английский учила, а не Ногайский. От английского пользы будет больше, говорит. А какие же у тебя будут корни, если ты языка своих предков не знаешь? Ну, от английского и вправду будет пользы больше. А что, у тебя в голове только для одного языка места хватает? Ты думаешь, что если ты Ногайский выучишь, для английского места не останется? Да, я реально не знаю. Так ты английский знаешь? Блин, теперь я вообще себя каким-то лохом чувствую. В отличие от киногероя Тимура, в реальной жизни, например, в ауле Адоль Халк есть муслим, который знает, что быть Ногайцем это знать свой родной язык. И для такого молодого поколения Ногайцев и хранит Новой Давусы древний родной язык. Душой Ногайского народа является Ногайская дамбра. Но там семь нот, а в Ногайском алфавите более трех десятков. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать Ногай Давусы бумажной дамброй Ногайского народа? Да, действительно, очень хорошее сравнение, Руслан. Спасибо за такое сравнение. Да, это Ногайская дамбра, газета, это Ногайская дамбра, можно так сказать. Действительно, как ноты, так и буквы Ногайского алфавита ткут историю Ногайского народа, можно так сказать. Звучит Ногайский язык на страницах газеты, звучит Ногайская культура, самобытность, еще раз подчеркиваю, самобытность, идентичность народа. Бумажная дамбра стала родной каждому Ногайцу, как и любимый Ногайский чай. Изревле главным источником вестей для Ногайского народа служила пиала Ногайского чая. Народ собирался, пил чай ароматный и обсуждал последние вести. Но эта церемония претерпела изменения в 1938 году, когда появилась первая Ногайская газета. И теперь пить чай из пиалы и читать газету стало неудобно, и поэтому Ногайцы вместо пиалы начали использовать чашки. Теперь Ногайская чайная церемония стала, как английская, с газетой и чашкой чая. Но чай непременно должен быть Ногайским. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов, Ногайские вести, Карачаево, Черкесия. Полезные вести. В эту жару, когда на улицу не хочется выходить, а продуктами надо забить холодильник, здесь на помощь приходит новая услуга. Популярным становится Сбермаркет. Новое приложение освоил Руслан Куркмазов. Эксперт по закупкам Сбермаркета Диана Ластанова получила заказ. В приложении покупатель выбрал продукты питания, которые необходимо доставить домой. И вот мы собираем корзину. Молоко простоквашенное, отборное, пастеризованное, 3-4%, 930 мл. В первую очередь нам нужно подойти к стеллажу, где находится молочная продукция и найти именно то молоко, которое было указано в заказе. Далее мы проверяем срок годности, чтобы молоко было самого свежего качества. К молоку обычному покупатель заказал и специально молоко для капучино. Также проверяем срок годности. Отлично. Далее идем за тортом. И сканируем штрихот. Оно? Оно. Теперь овощи и фрукты. Покупатель заказал все по одному килограмму. Вы же можете килограмм на глаз определить. Наверное, со временем приходит. Лучше чуть-чуть больше, нежели не додать. Теперь выбираем горошек и кукурузу, конфеты и кофе и идем к кассе. Пробиваем все 14 позиций и вот чек. После того, как мы собрали все, уже оплатили, мы сканируем чек, чтобы покупатель был уверен, что ему ничего лишнего не пробили. То есть пока мы к нему привезем, он будет уже это видеть? Да, он будет видеть, что ему собрали, что нет, в каком количестве и какая громадка. Какая прелесть. Вы можете отслеживать даже в процессе сборки. То есть он может за вами следить? Да. Курьер Сбермаркета Денис Пастернак берет контейнеры термопакет с продуктами и едет к покупателю домой. К назначенному времени. Здравствуйте. Доставка Сбермаркет. Галина Саркетова уже постоянно клиент Сбермаркета и может сказать, чем это удобно и выгодно. Время очень экономит, особенно если есть маленькие дети, очень даже устраивает. То есть у вас маленькие дети? Да. И скажите, пожалуйста, вы считали, сколько времени вы сэкономили? Ну, часа два это точно. За эти два часа можно сделать все свои домашние дела. То же самое при вызове, что ты сам выбираешь. Заказать продукты через Сбермаркет можно в любое время. Есть особенность нашего Сбермаркета, что пользователь, покупатель может заказать интервал времени, когда ему удобно. То есть он может заказать утром свою продуктовую корзину, но он может находиться на работе. И ему необходимо, чтобы его продуктовую корзину доставили в определенный промежуток времени. Он может указать этот промежуток, и курьер в это время доставит ему продуктовую корзину. Если есть необходимость, чтобы доставка была осуществлена сегодня срочно, то необходимо в Сбермаркете оформить покупку до 19 часов 30 минут. И до 23 часов заказ будет доставлен к порогу дома. Руслан Коркмазов, Роберт Жигутанов, Полезные вести, Карачаево, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин